Привет! Сегодня будем заниматься генерацией датасета для Agritech проекта. Пару дней назад начали обсуждать вопрос с данными. У нас было несколько вариаций и подходов к подбору аннотации данных. Это и вручную аннотировали и пытались с помощью методов OpenCV отделять землю от культуры и от сорняков, накладывать маски и таким образом генерировать сегменты для культуры и для сорняка. Сейчас подошли к такому моменту, что для некоторых культур свойственны определенные типы сорняков. И вот как разбросать эти сорняки, решили вспомнить, что есть старый добрый генератор. Вариантов их очень много. Я покажу, как буквально за 5 минут можно сгенерировать датасет довольно большого размера. Основываясь только на простых геометрических операциях, развороты, изменения в размере, и так далее. Естественно, будем перебирать фон, потому что земля у нас бывает разная. Вот. В гимпе я сделал два таких фона. Сделал листики в определенной стадии кучения нашего подсолнуха. Тут еще есть такой вид и, в принципе, вот такой вид. Вот. Пока я не морочился с краями, то есть я вот вырезал, как получилось. Главное суть понять. Потом можно будет подойти. Вот. Подготовил в Google Calabi блокнот. В принципе, я его могу расшарить. Можете его скачать, посмотреть. Единственное, в принципе, здесь в настройках блокнота вам не нужен будет GPU. Здесь мы ничего учить не будем. В принципе, основываемся только на CPU. Из библиотек, из пакетов питоновских ОС для работы с папками, с файлами внутриоперационной системы. Рандом пакет, который фактически нам нужен рандомайзер, для того, чтобы определенные методы, определенные функции, которые мы вот здесь ниже опишем, мы могли их применять рандомно. Нам поездить, если он нужно, потому что будем работать с матрицами. Эрнов – это пакет стандартный, но, в принципе, не нужно его ставить. Он в Calabi уже есть. ЦСВ. Суть всей этой генерации, естественно, заключается в том, чтобы мы и разметили наши данные. То есть, тот каждый листик нашей культуры, наши сорняки, которые мы в виде foreground, то есть слоя, который будет над землей, накладываем на землю, на наш ground, мы должны каким-то образом его сразу разметить автоматически. То есть, мы не просто должны генерировать, а потом должны ручками все это сменять. В этом нет никакого смысла. Соответственно, мы будем в обычном табличном представлении в ЦСВ формат генерировать наши аннотации. В принципе, можно подойти и в JSON, и в XML, а что угодно, на самом деле это не столь важно. Сделаем сегодня ЦСВ и покажу, как это работает. Пил пакет для работы с процессингом изображений. Пакет, в принципе, нестандартный, но в Calabi он уже есть. Чего нет в Calabi? Это Pyco Tools. Это пакет для работы с форматом Coco. Но, в принципе, в нем внутри есть некоторые методы, которые мы будем здесь использовать. Так, по сути, что нужно будет? Будет через Shift-Enter запустить эту ячейку. Далее поставить Pyco Tools. Здесь первую функцию я выделил в отдельную ячейку. Сейчас не будем останавливаться. Я здесь комментарий написал. В принципе, здесь довольно понятно все есть. Все будет так. Запускаем эту ячейку. Так, дальше вот эта ячейка. Создаем папочку Dataset. Далее переходим в нее. Создаем две папки Backgrounds и Fargrounds. Запускаем. Вот у нас появился папочка Dataset. Что нам нужно сделать? Нам нужно будет перетащить вот то, что мы создали. Конечно же, можно было в этой же операции поставить еще в Jet ссылочку, где надо Dataset. Потом Anzip, все это распаковать и все это в папке будет здесь. Так, нам нужно то, что будет в Foregrounds. Перебрасываем сюда. Да, предупреждают, что будут удалены после перезапуска среды. Ничего страшного, нам это уже не будет важно. Так. Есть. Есть и бэкграунды наши. Так. Есть бэкграунды. Все, две папочки наши. Так. Ну, здесь переменная записываем, естественно, пути наши. Где какая папка будет. Так. Здесь также не буду по каждой строке останавливаться. Единственное буду останавливаться вот на этой строке. Это фактически наш цикл, что мы будем производить по каждой операции. Единственное, я здесь не ставил дополнительно какие методы OpenCV. Хотя, в принципе, можно сделать там еще и яркость, контрастность, баланс. И, в принципе, по каждой картинке и для самих изображений, и для маски, по которой мы будем делать аннотацию, сделать операцию еще и с цветом. Так. Здесь мы сделаем всего лишь 5 изображений и 5 масок. Здесь мы создаем файли коннотации. И, в принципе, в него то, что я вначале рассказывал, нотируем. Запускаем ячейку. Все довольно быстро происходит. Обновляем. И, в принципе, у нас появилась папочка Generated. Давайте отобразим. Пусть это, конечно, выглядит еще не очень, но если подойти и нормально подготовить данные для фареграунда, то это будет плюс-минус нормально. Естественно, маска сразу же генерится. Ну и наш Annotation. То есть изображение его маска. И bounding box. Координаты. Естественно, потом можно это брать эти координаты и имя файла, и экспортировать это все. Допустим, тот же XML. И учить, к примеру, там, в том же TensorFlow. Хотя, в принципе, можно работать и с CSV. Это не критично. Вот, в принципе, как это выглядит. Изображение нулевое. То, которое мы запускали. Здесь первое. Второе. Вот таким образом это работает. Ну и, естественно, для каждого изображения. Вот если у нас сейчас запущен какой? Четвертый. Маска. На случай, если вы захотите использовать маску, а не bounding box, для того, чтобы маску можно было, а маску можно конвертировать и в целом учить сетку, которая будет определять сегменты, а не просто будет ректанглом выделять зону. Естественно, маска понадобится. Вот, в принципе, буквально за 5 минут можно сгенерить датасет. Естественно, вот параметр range мы можем увеличить до, ну, скажем там, 20 и более. Просто более, мне кажется, не стоит, потому что мы всего лишь по две картинки использовали для foreground и для background. И еще раз перезапустить эту ячейку. Вот видно, в принципе, как в цикле работает. То все. Перезапускаем. И, в принципе, вот то, что у нас получается. Все 20. Отлично. Ну, вот на этом все. На блокнот расшарю. Пользуйтесь. Продолжение следует.